Дорогие друзья, всех приветствуем на канале Давай Запишем, в студии Александр. Сегодня мы с вами будем знакомиться с трёхполосными студийными мониторами среднего поля Kali Audio In 8. Вперёд! Совсем недавно мы уже выпустили в свет обзор на подобные мониторы, но с 5-дюймовым динамиком внизу. Это была модель IN5 обновлённой версии. Ставлю акцент на версию не случайно, поскольку сегодняшние восьмёрки принадлежат к первому выпуску и есть в них кое-что такое, что непременно обращает на себя внимание. К примеру, пятый динамик, при том, что меньше по размерам, во второй версии разгоняется на 20 ватт мощнее. Обращаю внимание, что в этой таблице указаны IN5 второй версии, а IN8 первой. Плюс максимум по децибелам у пятёрок на единицу больше. И всё это говорит о том, что передовые технологии на Kali Audio рулят и инженеры свой хлеб незадаром кушают. Ну и сразу скажу о том, что обновлённые восьмёрки уже вроде как собираются до нас доехать. Но правда, стоить они, как сейчас, уже наверняка не будут. Ну а собственно, чему тут удивляться? Товар лучше, цена выше. Разве бывает иначе? Кстати, повторю то, о чём говорил в ролике про IN5. С 2021 года наша компания является официальным дистрибьютором Kali Audio, так что если что-то и подорожает, то абсолютно незачем пытаться купить это дешевле в той же Европе. Цены у нас с ними теперь одинаковые. Ещё один момент, который мы просто не можем оставить без внимания, это то, что многие пользователи IN8 говорят о том, что рабочий шум у этих колонок присутствует и он вроде как не маленький. Упираться и отрицать не будем, но пару замечаний по этому поводу всё-таки дадим. Во-первых, напоминаем, что эти мониторы относятся к среднему полю и их использование будет правильным в помещениях от 20 квадратных метров. Во-вторых, которое следует из, во-первых, оптимальным расстоянием слушателя от колонок будет некая средняя величина между вот этими значениями, что для наших восьмёрок будет порядка двух метров. В-третьих, если ваше отношение к этому будет очень болезненным, то можно чуток потерпеть и дождаться второй версии. Там эта проблема полностью вылечена. Ну а в-четвёртых, этот шум никак не попадает на запись. Делаем чуть громче, и мы его не слышим. Ну и в конце концов привыкаем к нему, и он нам не мешает. Так, давайте уже ближе к делу. Колонки трёхполосные, внизу 8 дюймов и 60 ватт на пару, середина 4 дюйма и 40 ватт, вверх 1 дюйм и те же 40 ватт на пару колонок. Кроссоверы настроены на 330 и 3300 Гц, максимальные децибелы 114, частотный диапазон 37-25000 Гц, картинка с измерениями от производителя перед вами. Так же, как и пятые мониторы, IN8 имеют настраиваемый граничный эквалайзер, с помощью которого вы сможете адаптировать колонки под ваш способ расположения в комнате, а также дополнительно подкорректировать высокие и низкие частоты, если в этом будет необходимость. По коммутации у них всё то же самое, то есть все виды подключений к вашим услугам. Фазоинвертор у них находится спереди, это должно быть заметно. Ну и последнее, что может быть очень важно, это размеры. Берите рулетку и пристреливайтесь. Высота 45,1 сантиметра, ширина 28,5, глубина 25,4 сантиметра. Да, и весит одно такое изделие 10,4 килограмма. Всё, друзья, рассказано было всё, что только можно. Осталось нам с вами настроить свои уши на ровную АЧХ и послушать, как эти мониторы играют. Сравнивать такие колонки нам попросту не с чем, поэтому давайте оценим эту трёхполоску на фоне оригинального звучания микса. Надеваем наушники и слушаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, время дать резюме. Колонки весьма основательные. Не исключаем, что их можно использовать не только в студийных целях, но даже и в репетиционных комнатах. Звука предостаточно и он очень хорошего качества. И учитывая, что это первый самостоятельный продукт компаний и какие-то конструкционные недочеты могут иметь место, ожидания от последующих версий только самые обнадеживающие. И замечание по поводу рабочего фона. Он никак не выше каких-то допустимых величин и абсолютно никак не мешает работать. Ну и если сравнивать эти мониторы с моделью IN-5, то всё-таки они для более серьёзных задач и, что важно, не для маленьких помещений. Друзья, на этом будем закругляться. Как всегда, просим отозваться в комментариях пользователей Kali IN-8, а также будем рады услышать мнение тех, кто ранее не был знаком с этими мониторами. Пишите, задавайте вопросы. Всем удачи и всего самого доброго! Ну а собственно, чему тут удивляться? Товар лучше, цена выше. Разве бывает иначе? Каша варку. Друзья, на этом будем... Да что ж такое-то? Ну что ж, блин, как кашел. Не выключай сильно. Я лучше отрезаю. А, ну отрезаю.